С вами Ольга. Я вокруг, целую, весь день, во всём мире. Я сегодня не купаюсь, но я горжусь нашим народом, потому что у нас, начиная с нашего президента, окунаются, окунаются все. И смотрите, позади меня, какое интересное, как будто радуга. А сегодня я хотела с вами поделиться такой вот интересной видами нашего моря. И рассказать, и рассказать, как я начала обливаться холодной водой, потому что у меня некоторые спрашивают. Итак, мои дорогие, поехали! Ну, вот такое вот у нас сегодня море. Вот там какой-то корабль плавает. И, в общем, такое дело. Обливаться я начала около 30 лет тому назад. Даже больше. Потому что сначала, когда я училась в институте, это было ещё 40 лет тому назад. В общем, у нас были совершенные такие холода. Очень было холодно. Особенно зимой, когда минус 40. Помните, раньше доходила температура. Ну и, конечно, начинаются все простудные заболевания. Ну, тогда ещё коронавируса не было, но начались простудные заболевания. А в общежитии был холод собачий. Вот сегодня какой у нас пляж. Много всяких дров повыкидывала. А я хотела вам показать вот это. Вот это бревно. Как будто это такая вот интересная. В общем, кто что подумает. На рыбу похоже. Это бревно. Ну, в общем, дальше. Продолжение моего рассказа. Короче, было холодно, холодно, холодно. И мне надоело уже всякими простудными заболеваниями болеть. Хоть мы там и спали. Под одеялами. Пижамы ещё раньше не продавали. Ночные рубашки, кофты. Какие-то колготки, носки. Было очень-очень-очень холодно. А у нас был такой вот обогреватель, который тарелка, а внутри спираль. Наверное, все это помнят. Ну, не все, а нашего возраста, конечно, помнят. Но всё равно это было очень-очень-очень холодно. Вот на часах у нас два часа дня сегодня. Ну, и вот, я начала сначала просто мыть ноги холодной водой каждый вечер перед сном. Вода была очень-очень-очень ледяная. Но я ноги мыла. И потом снова быстренько надевала сначала хлопчатобумажные носочки, а потом уже шерстяные. Потому что их надо было надеть, иначе сразу замерзаешь. Но всё равно ощущение было очень интересное. И у меня начали потихоньку проходить мои вот эти простудные заболевания. То есть я начала закалку сама. А потом, это я уже перескакиваю через 10 лет, когда мы уже жили в Ряжске. И у меня подружка Валюшка. Валюшка, привет! Она тоже познакомилась с одной женщиной. Получилось как? Что её сын нашёл себе невесту. А у этой невесты была мама, которая обливалась именно по методике Иванова. И вот эта мама невесты подсадила всех нас. Мы начали тоже обливаться. Потому что Иванов говорит, что нужно обливаться, чтобы быть у нас. Это ещё в своей книге «Детка». Он говорил, что обязательно нужно закаливать свой организм. Потому что у нас ещё в Советском Союзе должны быть все очень-очень-очень здоровые. Ну и вот мы начали обливаться. Как мы начали это делать? То есть по методике Иванова нужно вставать на какую-то землю. И на этой земле уже выливать на себя ведро холодной воды. Стопни должны быть голенькие. То есть сверху вы выливаете ведро прямо на макушку. И эта вода выливается вместе с вашими болезнями, так сказать, и с негативными явлениями она выливается в землю. То есть сразу весь негативный эффект у вас уходит в землю. Ну поскольку мы жили в таких больших домах, хоть это вот женщина всегда тоже с большого дома спускалась на лифте и прямо во дворе голыми ногами всё равно вставала. Мы до этого не доходили, поэтому мы начали обливаться в ванной холодной водой. Ведро на макушку и потом эта вода сливалась нас не в землю, в раковину, но в конце концов потом через канализацию всё равно она сливалась в землю и так далее. Потом мне бы стало лень каждый день набирать ведро воды. Я начала из тазика себя поливать. А потом, когда приехала в Италию, иногда у меня просто не было возможности просить ведро и наливать его, потому что душевые кабины были такие не очень удобные. И я начала просто обливаться холодной водой душем. И как я это делаю? В общем, это у меня продолжается больше 30 лет. Сейчас я уже не наливаю холодную воду в ведро. Я просто делаю душ. Но беру душ, который такой вот в руки можно брать. И сначала обливаю себе ноги, потом выше, 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 выше и немножко по голове. Получается это всё быстро. Это кажется, что это долго и быстренько замерзаешь. На самом деле это всё быстро. И когда выходишь, быстренько начинаешь вытираться полотенцем, конечно, тело всё начинает дышать. Начинает дышать и начинает благодарить вас за то, что вы вот такое вот с ним сотворили. Холодная вода – это вообще здорово. Мне она очень нравится. И я обливаюсь и утром, и вечером. Но иногда днём. Вот сейчас я погуляла, чтобы смыть негативную энергетику, которую я тут нахватала во всех магазинах, потому что накупила сегодня подарков своим ребёночкам. Но и себе любимой тоже кофточку прикупила. Сейчас же скидочки у нас. В общем, когда я прихожу домой, я тоже холодной водичкой обливаюсь. Винчинца, глядя на меня, тоже это дело просёк. И время от времени, особенно летом, он тоже, тоже с удовольствием обливается. Зимой он не всегда обливается. Но иногда, глядя на меня, тоже накрещение обливается вместе со мной. Даже если у них крещение, то как такового нет праздника, он меня поддерживает во всех моих начинаниях. Поэтому, как у меня сын говорит, доцент бы заставил. Ну, в общем, такое дело. Если кто хочет, дорогие мои, это здоровье. То есть просто иммунитет вырабатывается. И, конечно же, потом меньше заболеваний, это меньше всяких вирусов к себе пристаёт. У нас ещё, как я уже говорила, возле Калуги, есть Тихонова пустынь, где есть купель. Там вода всегда холодная, она плюс 5 градусов. И днём, и ночью, и зимой, и летом. Вот туда, когда окунаешься, это действительно блокируется все дыхание, блокируется, мне кажется, даже сердце и всё остальное. Но зато, когда оттуда выходишь, тебя тело благодарит. Ну, в общем, дорогие мои, можно окунаться везде. А я считаю, что у нас российский народ за компанию особенно весело окунается и в прорубях, и в речках, и в прорубях, которые... Ну, в общем, в любых водоёмах. И начиная с нашего президента. Ещё раз вас поздравляю с крещением. И вам покажу фотографии, когда мы 10 лет назад тоже окунались в море. Сегодня не окунаемся, сегодня только обливаемся холодной водой. С праздником вас, дорогие мои! Счастья вам, радости, любви! Люблю вас всех! Люблю вас всех!